В России рассказали о ставшей эпицентром шпионской компании США Болгарии политика МИР. 15.37.21 февраля 2020 года в России рассказали о ставшей эпицентром шпионской компании США Болгарии. Фото Чан Крюга, Гетти Имиджез Спецслужбы США развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию по дискредитации политических и общественных деятелей, которые выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили РИА Новости в службе внешней разведки, СВР, России. В этих целях мобилизуются агентуры и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США, пояснили там. Главным эпицентром данной кампании, считают в СВР, стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы, после которых из страны без реальных оснований выдворяют российских дипломатов. Как пояснили в службе, последней подобной акцией стало распространение слухов о том, что глава СВР Сергей Нарышкин провел встречу с премьер-министром УАЭ Мухаммедом Бен Рашид Аль Мактумом, чтобы обсудить вопрос освобождения беглого болгарского олигарха Васила Башкова, которого задержали в УАЭ. В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих сенсационных сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов, подчеркнули в СВР, добавив, что особую активность проявлял вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов. Ранее сообщалось, что Симеонов обвинил Россию в попытке освободить задержанного в УАЭ по запросу Болгарии олигарха Башкова, которому народе не предъявлено более десяти обвинений, в том числе в организации преступной группы и шантаже. По данным некоторых СМИ, Башков обратился к неким российским гражданам, посетившим его в тюрьме, за содействием с целью освобождения. При этом отмечалось, что в то же время в Дубае якобы находилась делегация во главе с Нарышкиным. В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебное расследование против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Утверждалось, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии. Отмечалось, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру Российской разведывательной службы в Москве. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Предыстория. Россия ответила на обвинение в попытке освободить изуая беглого олигарха. Субтитры создавал DimaTorzok